Здравствуйте дорогие подписчики, сегодня снимаем для вас супер контент. Почему звездный состав Иван Зола и Николай Никоглай распался? И что послужило этому распаду на самом деле? Сегодня об этом. А перед просмотром ролика не забудь нажать на лайк и подписаться. Мы ведь стараемся исключительно для вас. Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Никоглай записал видео, в котором со слезами на глазах высказался о том, что родители Ивана его не понимают, а точнее и мама. И на контакт идет только отец. В итоге поговорив с отцом Ване, все встало на свои места. И отец, отталкиваясь от слухов, высказал Николаю, что он зажимает якобы деньги и не делится деньгами со стримов должным образом. Папа Ваня посмотрел каких-то долбоебов на ютубе, которые говорят о том, что один стрим с Ваней приносит там 10 миллионов. Просто без пруфов говорят вот такие суммы из головы. Его папа поверил и говорит мне, а почему ты так мало платишь? Все, теперь буду платить ноль. Плюс ко всему на днях Асхаб Томая в прямом эфире предложил Ване 1 миллион рублей за то, что он выпьет бутылку кока-колы. Замечу, ранее Ване родители запрещали пить кока-колу, но сумма в размере 1 миллиона рублей убрала все границы и запреты. О, так ты готов, да, выпить или нет? Сейчас, подожди, я посоветуюсь кой с кем. Смотри, смотри. 11 миллион рублей в полную бутылку кока-колы. Полную бутылку кока-колы. Да, полдитра. Напишите в комментарии, а вы бы пошли на такие жертвы, и что готовы сделать ради 1 миллиона рублей? Возможно, отец Ивана понял, что с Асхабом можно поднять деньги проще и быстрее. И решил сделать многоходовку в плане того, чтобы он снимался в выпусках у Асхаба. Все же мы понимаем и знаем, сколько платит Асхаб за хайповые выпуски. А те, кто не в курсе, напомню. Сумма составляет от 150 до 3 миллионов рублей. Золотая жила, не правда ли? Траться будем? Да. Друзья, в скором времени выйдет спортивный контент с Иваном. Сделаем из него спортсмена. Если вы ждете этот ролик, то обязательно напишите это в комментариях. Супер. А, да, точно. Но я уверен, что пройдет время, и они снова воссоединятся. Ибо Иван сам не сможет себя раскручивать и постоянно быть на хайпе. Ему нужны эти стримы, как кислород. Ведь без стримов и угарных эфиров Ивана быстро забудут. И он станет уже не таким интересным для своей аудитории. Один из примеров это всем забытый Ферамир. Все же мы помним, как он быстро поднялся и как быстро он рухнул об землю. Так что делаем ставки в комментарии, через сколько они снова воссоединятся, и звездная пара продолжит вести свои эфиры. И на этом у нас все. С вами, как всегда, был Сорока. До новых встреч в новых выпусках. Не травите, пожалуйста, Ваню.